Добрый день! Меня зовут Николай Стрельников и сегодняшняя наша тема это время и его место в процессе приготовления кофе. Мы все время говорим о времени. Мы говорим про время, когда мы готовим эспрессо, либо турку, либо френч-пресс или любой другой пурровер. У нас есть рецепт, в котором есть масса молотого кофе, масса заваренного, есть время, которое вода контактирует с кофе. Впечатление, что время это параметр, который влияет на экстракцию. У меня немного другое к нему отношение. Я всегда и всех и вас в том числе призываю относиться ко времени именно как следствие. Следствие тех параметров, которые вы настроили. Давайте разберем пример. Мы взяли какой-то эспрессо, приготовили его за 25 секунд. Я его пробую и понимаю, что он для меня слишком плотный, слишком едкий, слишком резкий. Мне хочется помягче его сделать. Кто-то может сказать, что нужно подольше его поготовить. Можно сделать не 25 секунд, а примерно 26-27. Но здесь неверная будет логика. Время это и есть процесс экстракции. Экстракция это и есть время. Вы когда говорите о том, что нужно дольше времени проварить его, то вы не описываете сути процесса. Как я описал свой эспрессо, это говорит о том, что он, скорее всего, недоэкстрагированный. Слишком едкое тело, очень высокая кислотность, резкий. Соответственно, мне нужно сделать дольше экстракцию. То есть мне нужно больше экстрагировать различных веществ. Мне нужно сделать помягче, брюретию изменить. Суть процесса я описываю. И, соответственно, я сделаю выход напитка больше. То есть у меня, к примеру, там был 18 грамм классический наше молотого кофе. Я ожидаю 36 грамм и за 25 секунд. Но в данном случае я буду менять массу выхода напитка. И я сделаю не 36 грамм, а сделаю 38, к примеру, 39 грамм. Время в данном контексте изменится как следствие. Оно станет больше. Это будет не 25, а возможно 26. Когда я слышу от Бористо такие фразы. Мой эспрессо готовится 25 секунд, к примеру. Или 23 секунды, 27 секунд. Это неверная логика. Бористо часто сводит весь процесс к отслеживанию секунды. 25 секунда и выключил. Или там 27 секунда и выключил. Это неверный подход. Стремитесь к тому, чтобы относиться ко времени, как к параметру, который является следствием тех условий, которые вы создали. Он не должен вам готовиться 25 секунд, а он у меня сейчас готовится 25 секунд. В этот день, конкретно этот кофе, этой даты обжарки, конкретно у меня сейчас, он такой получается вкусный. Завтра, вполне возможно, он может быть и не быть 25 секунд. Он может быть 26 секунд, 23 секунды. Когда мы готовим там, неважно, пурровер, две с половиной минуты, три с половиной минуты. Мы приходим ко времени. Естественно, время важная составляющая, когда мы анализируем, так ли у нас все процессы прошли. Опытным путем, настраивая раз-два-три-четыре свой эспрессо. Я пришел к выводу, что вкусный мой эспрессо для меня на 26 секунде, к примеру. Когда я начинаю работать в баре, я готовлю его из раза в раз и в следующая какая-то очередная чашка у меня готовится, я вижу, 23 секунды. При этом все параметры соблюдаются, масса на входе, масса на выходе. Но время изменилось. Время изменилось. Почему? Потому что, возможно, изменился кофе. Свежую пачку засыпал. Либо в бункере кофе заканчивается и тоже у нас помол начал меняться. Либо я при распределении кофе в холдере совершил ошибку и у меня неравномерно распорядился кофе. Соответственно, при темперовке, создании таблетки у меня появилась где-то меньше плотности, появилась дырка и на выходе у меня получилось. Время в данном случае это индикатор, который показывает нам, там ли мы находимся, то ли мы делаем, правильно ли у нас получается все. Очень интересно общаться с людьми из другого кофейного мира. Люди на то же самое зерно, которое я знаю уже очень много лет или там много месяцев я на нем работаю. Я знаю рецепт этого кофе, я его со всех сторон разных посмотрел и в принципе мне кажется, что я его понимаю. И интересно, когда другие люди начинают его совершенно по-другому раскрывать. Они другой рецепт создают. В этом другом рецепте, где другой помол, другая доза, другая температура воды возможно или возможно даже другая вода, время тоже меняется. Был опыт, когда мой кофе был вкусным, мне казалось, и он оставался вкусным за 28 секунд. Девушка его приготовила за 23 секунды, совершенно с другим выходом и это было по-другому вкусно. Следите за экстракцией, следите за своим эспрессо. Будьте готовы к тому, что ваш кофе может готовиться за другое время и это тоже может быть вкусно. Вот эти интервалы от 20 до 30 секунд. Эта условность появилась от того, что много-много баристы со всего мира работая с кофе пришли к выводу, что меньше 20 секунд скорее всего будет недоэкстрагированный эспрессо, больше 30 секунд скорее всего будет переэкстрагированный эспрессо. Я в своей практике пробовал кофе, который был за секунд приготовлен это было вкусно и я пробовал кофе который был приготовлен за 45 секунд это тоже было вкусно это не означает что весь кофе можно приготовить за 45 секунд 3 16 есть исключение всегда в правилах есть исключение будьте открыты к этому будьте готовы к тому что ваш кофе может быть совершенно по-другому приготовлен не меняйте время меняйте параметры помол дозировку силу нажатия возможно температура воды и саму воду время подправится как следствие она изменится и его уже потом фиксируйте когда у вас готовы напиток а вот такая вот у нас сегодня философская тема напишите в комментариях что вы думаете по времени экстракции как вы готовить эспрессо что вам нравится как вы оцениваете вообще параметры приготовления вашего кофе подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем спасибо пока